МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что, друзья, здравствуйте! Это утро в большом городе, и мы рады вас увидеть. Ну, мы вас не видим, но мы в вас верим. Есть множество новостей, которые хотелось бы с вами обсудить. И вот для начала вот то, что заинтересовало по-настоящему. Кабинет министров утверждает, что полностью прекращает торговлю с оккупированным Крымом. Арсений Яценюк говорит, что решение вступит в силу прямо в течение 30 дней, и постановление Кабмина запрещает любые поставки товаров и услуг в Крым и обратно. Исключение составляет лишь перевозка личных вещей и гуманитарной помощи, и еще какие-то там пару позиций. Друзья, на самом деле это один сплошной фейк. Я читал это постановление Кабмина, там написано, да, запрещены поставки товаров и услуг через границу, кроме а, личных вещей, б, товаров гуманитарной помощи и третье, социально значимых товаров. А знаете, что входит в список социально значимых товаров? Да все. Это список в 2011 году был утвержден, его открываешь там мясо молочное, фрукты, овощи, там продукт питания и так далее. То есть, по сути, Кабмин запретил все, кроме всего. Поэтому, когда вам будут рассказывать эту новость, как пример перемоги, не верьте. Друзья, а вот у меня еще одна, на самом деле, новость, которая заставляет задуматься. Это история про то, что Евросоюз может приостановить процесс безвизового режима с Украиной из-за провала работы наших антикоррупционных органов. Об этом заявил замминистра юстиции Сергей Петухов. Об этом передает РБК Украина. Ну, на самом-то деле, во всяком случае, никакой точки в этом вопросе нет. До сих пор еще нет пока решения Евросоюза о том, выполнены ли условия для безвизового режима, или таки не выполнены. Но то, что, на самом деле, все происходящее сейчас идет не с восклицательным знаком, а с большим знаком вопроса, в этом сомневаться не приходится. Так, до речи, до цієї темы мы еще будем повертаться сегодня в нашу студию. А ось народным депутатам плануют таки підвищити зарплату. Тепер зарплата парламентарів может збільшиться майже в 4 раза. За словами народного депутата Игоря Кононенко, зараз в парламенті обговорюють два варианти. По-перше, це, значить, можуть зарплату підвищити до 17 тисяч або до 25 тисяч. Зараз, насправді, збирають підпис, розповів Кононенко. І нагадаю, що зараз народні обранці отримують 6,5 тисяч гривень зарплати. Зрозуміло, що для чиновників такого рангу це зарплата, насправді, невелика. І тому, з одного боку, да, я вже, будь ласка, договорю, дякую. А я, звичайно, з одного боку... У меня повтори, мне обращение. Я зрозуміло. З одного боку, це дуже мало, і дженни вони повинні отримувати більше. Але тоді повинен посилитися контроль за якістю, за діяльністю, взагалі за діями чиновників. Для того, щоб вони не отримали хорошу, гарну зарплату, а потім все одно ще спокуса брати кишені була, знаєш, все одно незмінною. Нехай отримують більше, але нехай тоді і не крадуть. А мне нечого навіть добавити, умничка. Геніально, да. Друзі, за всеми событиями в Україні чуть не пропустили другое інтересное событие. В Москву приїжджав госсекретарь США Джон Керри. Более трех часов происходила встреча. Що там происходило? Ну, практично нет информации, на удивление, такой широко доступной. Андрей Булгаров в своей рубрике «Ремарки» решил проанализировать, сделать свои выводы, исходя из тех скупых строк, которые все-таки были выпущены для прессы госдепом. Давайте послушаем. Второй день размышляю о встрече госсекретаря Керри с московскими правителями. Может, кто не понял, но это самое важное событие текущей недели. Однако об этих трехчасовых посиделках мы ведь практически ничего не знаем. Примечательно, что Керри приехал в Москву накануне ежегодной пресс-конференции, которую Путин дает своей прессе. Совпадение или нет, не знаю. Но внесет ли этот приезд какие-либо коррективы в речь Путина, мы сегодня узнаем. Конечно, мы хотели бы услышать, но вот это, знаете, вот это «я устал, я ухожу». Но думаю, что не в этот раз. С другой стороны, возможно, сегодня будут произнесены слова, способные всех удивить. Тем более, если прочитать в оригинале, что же именно сказал Керри московскому царю. Ну вот, например, по Сирии. Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Россией, чтобы победить ИГИЛ. Если, конечно, Москва направит свои удары против ИГИЛ, а не против сирийской оппозиции. Если с дипломатического, то, Вова, прекращай бомбить мирное сирийское население. И вообще, хватит летать, где тебя не просят. А вот, что Вова услышал, на днях появилась инфа. О переброске на турецкую базу Инжерлиг группировки Люфтваффе, состоящую из 250 военнослужащих и истребителей Торнадо. А еще ранее туда прибыли тяжелые бомбардировщики ВВС США F-15. Сирия для России вообще все плохо. Керри четко обозначил Путину. Хочешь, мол, поддерживать Асада ради бога, но демократические выборы в Сирии мы все-таки проведем. Ежу понятно, что Асад выборы демократические не переживет. При этом, как думаете, какова будет судьба российской группировки в Латакии? Тем более, после их бомбардировки сирийских мирных городов. Да и касаемо Украины, Керри продемонстрировал конкретно сформулированную позицию. Надоели санкции? Выполняй минские соглашения в полном объеме. А это означает лишь одно. Вали с Донбасса и ополченцев своих забери. И вообще, помнишь, почему ввели санкции? Вот-вот Крым придется отдать. Даже цену на нефть Керри вспомнил. Типа, хош-не-хош, а нефтяной эмбарго с Ирана мы таки снимаем. Че, тебе-то невыгодно? Ну, извини, ничего личного. Just business. Неудивительно, что ничего этого в российской прессе нет. Удивляет, почему наша пресса обошла столь важные заявления стороной. Или танцы депутата и премьера в Раде. Или выяснение между грузином и армянином, кто из них больше украинец важнее. Добренького вам утречка. Ну, друзья, сколько на самом деле людей, столько и мнений о том, что происходило с закрытыми дверями, о том, что будет происходить. Но вот есть некоторые события, которые не оставляют особенных трактовых для комментариев. Кремль решил, что отношения с Анкарой еще испорчены не до конца и пошел на усиление санкций. И теперь в список действий Нонграда входит гостиничный бизнес, деревообработка, обучение пилотов, а также госзаказ в любой отрасли. Об этом сообщает российская газета «Коммерсант». Турция до последнего времени пыталась и дней идти на эскалацию. Говорила, что не будет вводить ответные санкции. Но, судя по всему, Кремль решила, что если уж рубить любые связи, то делать это по-ухарски, от плеча. Но между тем, на самом деле, санкции против самой Российской Федерации будут оставаться в силе вплоть до полного выполнения минских соглашений. Об этом сообщил президент Европейского совета Дональд Туск в Брюсселе после визита туда Петра Порошенко. Ну, и как раз таки он же подтвердил, что зона свободной торговли между Украиной и Евросоюзом заработает с 1 января 2016 года, вне зависимости от того, что будет желать Кремль. А ось, дивіться, еще была информация про то, что в Туреччині затримали 27 российских кораблей, как пишут турецкие ЗМИ. Затримані прийшли в разных портах краяны, и это стало, как бы, ответ на действие Россия, которая, как бы, затримала 8 кораблей под турецкими прапорами. В свою очередь, российские дипломаты заперечивают, что это их корабли затримані, а они лишь, мовляв, их переверяют. И уже стало известно, что представители России и Туреччини планируют провести зустріч на ближнем часе, чтобы, взагаля, как раз обговорить ситуацию, которая склалась. Ну что, друзья, давайте я вам расскажу про прекрасные люди, которые занимаются благотворительностью, прекрасные не только душой, но и телом. У меня даже есть фотоподтверждение этому. Давайте посмотрим на эти волшебные картинки. А, камера, например, набежала на меня, глаза крушила. Смотрите, вот эти фото, они действительно производят впечатление. Смотрите, идея пришла в голову спортсменки, в прошлом профессиональной биатлонистки из Кракова, Доминики Цюра. Она решила создать вот такой вот голый календарь для того, чтобы собрать деньги для экипировки молодым спортсменам. Начинающим, так сказать. Чтобы они не выступали так, видимо, она намекала. И я, знаете, вот в этот момент не уверен, что я готов сдать денег, чтобы эти люди оделись. Ну, этого можно одеть. А вот девушки – гол. Ну, я просто мріяла, вона занятася оголеною, потому что мая там гарное тело и все инше. А тут такая причина. О, а зроблю я все такой благодейной метою. То есть это реально работает? Юль, есть один календарь? Так. Участвуешь? Для молодых телеведущих денег на одежду собрать. Ой, в ТВТ я тоже. С двух рук. Ладно, друзья, знаете, сложно пользоваться техникой. Иногда приходится помогать родителям освоить там планшет, компьютер, банкомат. Но есть банкоматы, которыми пользоваться страшно в любом случае, в каком бы возрасте ты ни был. Давайте посмотрим следующее видео, вы поймете, о чем я. Да, да. Что эта штука делает? Может, просто хвороба, а как она там называется? Да нет, ну просто на самом деле заглючила, но она выглядит достаточно странно и очень непонятно. Ну что, я не знаю даже, как вас порадовать в этой ситуации по-другому. Я должен вам, наверное, напомнить что-нибудь хорошее. И мне есть такая информация, друзья. Нескафе Классик заряжает энергией с самого утра. Все утро, друзья мои. Все утро Юля возмущалась от этой новости. Все утро она хотела ее развязать. Я продолжу, Павло. Я зараз просто вриваюся на своє місце. Дуже хотілося кави. Але я все ж таки розкажу ту новину, якою я обурювалася вчорашній весь вечер, тому що я дуже хотела подивитися цикляти, вибачте мені на слово, відео. А я тебе говорю, что не надо его публиковать. Я говорила. Що ми сьогодні говоримо вже весь ранок. Ось той відеозапис конфлікту, який винук між Аваковом та Саакашвілі, стався 14 грудня на заседанні Національної ради реформ. Такий воно з'явилося в интернеті. Спочатку його, до речі, це відео виклав сам міністр МВС, ну а потім за ним вже виклав його і очільник Одесси. І ось саме насправді той момент, де Арсен Аваков кидає якраз клянку води в Михаила Саакашвілі. Давайте ми його декілька секунд подивимося. Багато про нього вже говорили. Дайте, будь ласка. Так, в кінці ще було абсолютно чітко чути. Як Арсеній Ясенюк також кинув таку фразу Саакашвілі, мовляв гастролертам і такий дійсно підтримав ці закиди, забирайся з моєї країни і такий інший. Друзі, спочатку я також думала, ну можливо дійсно це відео не потрібно показати, не потрібно його ширити інтернетом. Ні, а як на мене абсолютно чітко потрібно, тому що це показник, тому що це обличчя нашої політичної еліти. Це поведінка, яка неприйнятна в будь-якому випадку перекривлювати, вживати лайку і такі інші. Друзі, як взагалі таке може допустити? Так, хтось жартої, каже, мовляв, це кужа львинна, вона притягує скляну тару і таке інше. Але це все жарти. Це не повинно бути категорично. Що за скандал там произошло і з текстових сообщеньків. А вот видео розойдеться по всім медіа всього міра і буде краще. А так у нас ідеально в Україні, а так у нас історо. А ти думаєш, що чешська, наприклад, чи польська політика буде розділяти Юлю Зарей от української велики? Могі вже отреагували на цю ситуацію. І грузинські добровольці записали відеообращення к Арсену Авакову. Вони возмутили, що міністр внутрінних дел позволив себе вот такі высказування, позволив заявити, там, «Убирайся з країни». Іх возмутило, що Авсений Яценюк назвав одеського губернатора, руководителю області, гастроліром. Свої відношення к конфлікту высказував і заміститель генерального прокурора Дридця Кварелідзі. Ну, в общем, давайте посмотрим видео, которое вже є в сіті. Ми хочемо знати. Вчера Аваков против Михаїв Саакашовини разговаривали, що всі грузини, які воюють за Україну, ми гастроліри. Товарість міністр внутрінних дел, якщо можна, всіх розповідати. Якщо ви так считаєте, що ми гастроліри, приходите, то ви самі і сам воюєте за свою родину. Ну, вообще, насправді непонятна логика Арсена Авакова, тому що, якщо він считає, що вес українського паспорта зависить от даты выдачи українського паспорта, то мені глубоко жаль, що чиновник Топрага настільки заблуждається. Ну, давайте як-нібудь включим позитивну волну. Вообще, знаєте, коли армінин і грузин ссоряться, у мене в голові сразу починається грається мелодія із фільма «Мемино». Та-та-та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. І жодного світру з Олана. Ну, олени танцують, якби... Ладно, поехали дальше, друзья. Думаю, що вам стоїть узнать множество інформаційних поводів. Слухайте, братці, інформаційний повод, який говорить сам за себе, це то, що деяція Коммуністичної партии України в країні окончательно запрещена. Таке решення приїхав Київський окружной адміністративний суд. В России, кстати, успіли возмутитися цьому рішення. Глава КПРФ Геннадий Зюканов заявив, що ми ждем, коли весь мир відстанет проти українських властей, які, мол, захватили власть в країні і так далі, і так далі, і так далі. Ну, Бог з ним, насправді, прислушатися, і ще не хватало к цій історії. А ось Сінцова і Кольченко перевели до транзитного СІЗО. Український консул в Російській федерації Олександр Ковтун сказав, що золятор знаходиться в Ростові-на-Дону, і найближчим часом незаконно там, які знаходяться Олександр Кольченко, можуть якраз перейти в колонію цитрового режиму. Нагадаю, що якраз їм загрожує 20 і 10 років в колонії цитрового режиму відповідно. Ми продовжуємо. Вас ждет множество інтересних новостей. Наприклад, шок. Новий куратор фейковой Новороссії выясняється «Этнический украинец». Его подноготную раскопали авторы проекта «Секретный фронт». Кто же правая рука Путина на Донбассе, вы сможете увидеться всем скоро. А сейчас – факты. Коррупція буде, все буде. Ну, в хорошем смысле. Чуть позже в нашем эфире, друзья. На найкращому веку она може буде. Я буду в прямом эфире вымогать у вас взятки. Друзья, правоохранители обнаружили архив Януковича. Об этом заявила глава МВД Украины. По его словам, сейчас у министерства на руках оригиналы документов на Межигорье. Документы корпорации МАК, документы на недвижимость, обороты счета и так далее, и так далее, и так далее. Более того, есть даже личные документы Виктора Януковича, например, его пенсионного удостоверянеста. Он же бедняжка теперь, без пенсии. Виктор Лейбусе надавна платить гроши, а мог бы показати пенсийный платеж, но бескостный. Ну, кстати, это вот новости от нынешнего главы МВД Украины. А из главы МВД Украины нашелся Захарченко, трудец в Госдуме Российской Федерации, экспертом в Комитете по вопросам собственности. Об этом он сам сообщил корреспонденту «Униан» в Москве. заявил о том, что от украинского гражданства он не отказался, но при этом получил российский паспорт. Удивительно, я все-таки рядом, на самом деле. Хотя не совсем рядом, все-таки в Москве. Собака-помагака, это тоже удивительно, и она существует. Серьезно, кстати, тоже в России. На одном из СТО появилась такса, которая помогает хозяину ремонтировать машину. Ну, естественно, она там уровень масла не проверяет, гайки не закручивает в основном, но у нее есть специальный костюм, где вот все инструменты, это очень удобно, мне кажется. Знаешь, собачка подбегает, а там все есть. Масло. Дивись, как свечки, масло, как романтично. Закрой капот. Принеси мне сальник заднего левого суппорта, она приносит такой «Я же тебе, дура, говорил заднего левого, а ты мне переднего правого принесла». Собака, да? Нет, собаки – это прекрасно. Друзья, продолжаю читать наш эфир. Новым куратором боевых на Донбассе выявляется назначенный этнично-украинец Дмитра Козака, колишний герушник з чеченским минулим. Саме про нього накопали информацію наші коллеги з программи «Секретний фронт». И ось его досье. Подивіться. На кінець 2015-го року проект «Новороссия» зазнав повного фиаско. За планом, розпіарена кремлівськими пропагандистами псевдодержава мала охопити майже половину України. В реальності вийшла маленька бандитська квазідержава. Це визнав навіть горизвісний ватажок проросійських терористів ФСБшник Ігор Гіркін. Винним за провал призначають так званого куратора Новороссії, кремлівського політтехнолога Владислава Суркова. Замість Суркова у листопаді 2015-го року куратором російських найманців на Донбасі Путін призначає Дмитра Козака. Ця новина приголомшила експертів. Він прибічник повної тотальної федералізації України. І ще одне небезпека. Він українець етнічний. Він нас дуже добре розуміє. Експерти секретного фронту переконані. Карколомна кар'єра Дмитра Козака почалася після того, як в армії його завербували радянські спецслужби. Напередодні розпаду Радянського Союзу КДБ активно просувало своїх агентів в оточення впливових політиків-демократів, щоби надалі контролювати ситуацію в країні. Західні аналітики стверджують, непримітний КДБ-ст Володимир Путін потрапив в оточення мера Анатолія Собчака саме з подачі спецслужб. Та виявляється, Путін був далеко не єдиним таємним агентом в оточенні Собчака. Дмитро Козак. Він грушник. Причому він прослужив відрядового і пройшов спецназ гру. В нього є одна така риса особистості. Він містик. Він реально вірить в містицизм і в магію. Можливо, саме зв'язок з темними, потойбічними силами пошкодив психіку Дмитра Козака. В нього колосальна кількість комплексів. І, до речі, в нього комплекс є один, за який його списали із гру. В нього вроджене і знижене відчуття небезпеки. Тобто ця людина не тому, що вона смілива і переборює страх, а він просто тупо не боїться. Дмитро Козак – це людина, яка перестала бути українцем, перестала бути, власне кажучи, Дмитром Козаком. І яка працює на Російську імперію, так як на Російську імперію працювала достатня велика кількість українців-манкуртів. Тобто тих людей, які своїми організаційними здібностями насамперед підсилювали Російську імперію. Секретний фронт виходить на ЕСІДІВІ, що середини в 2020. Ви знаєте, просто имейте ввідо, що някі сюжети, які виходять на нашому ефірі, вони насправді юмористичні, несмотря на те, що начитуються з абсолютно серйозними інтонаціями. Поехали далі, друзі. Що советую вам почитати? США отменяють запрет на експорт нефти, який дійсував практично, в думаті, 40 років. Американський нефть марки ВСІ якраз таки буде в більшому об'ємі поступати на вировій ринок. Але скажуться ли це на цінах на нефть? Обвалять ли вони существуючі котировки, коли баррель торгується за 37 доларів за баррель? Хороший вопрос. Моги считають, що нет. Почему? Узнаєте, прочити статью. Як проанонсировал-то, друзі. Я другою статью хочу вам предложити. Она вам може бути очень быстро полезна, потому що там рассказываються, як защититься от нечестних кредиторов. Руслан Демчак на ресурсе Лига Фінанси розкрыває правду о потребительських кредитах. В Україні часто выдаються на реально грабительських условиях. Мелким шрифтом в конце договора вы чуть ли не душу продаєте. Итак, на страже порядка. Як хотят изменить права заємщиків? Вот такой материал іщите, он буде вам полезен. Это знаешь, самая большая ложь на земле это не я люблю тебя и там не будь моим другом, а самая главная ложь на земле распространенная это я прочел и согласен с условием лисундионного соглашения. Друзі, а я хочу... Нет, то самая большая ложь это нет тебя не полнит. Серйозно? Гаразд. Я хочу, щоб ви трошки відволіклись від всякого повсякденного і серйозного і прочитали статтю про те, як прикрасити ялинку. Ну, це ж новина, яка потрібна просто на вчора. На ресурсі год 2016 знайшла корисну статтю. Виявляється, що цього року будуть доречними на вашій ялинці червоні, золоті обов'язково блискучі іграшки. Поєднання має бути білий золотим, жовтий і зелений. Ну, мав пооцінить такі ваші смаки виборігах. Там буде немодна елка з немодними цвітами, вышедша із моди ще два сезона назад. С червоною зіркою. Обязательно. Почтайте, там гарні такі, гарні варіанти, як можна прикрасити цього року вашу ялинку, бути оригінальним. Ну що, друзі, не смотря на то, що утро, пора поговорити про звізди. Звізди – це удивительні люди. Иногда вони предпочитають одиночество, іногда вони себе заводять какой-то сон любовників. І так, хто із голливудських небожителей, і, наприклад, любить, так сказати, покататься на трехколесном то велосипедике, смотрите. Звездные треугольники. Бедні, несчастні звезди. Із-за своєї вечній занятості на личному фронте у них полний бардак. Куда ни кинь, все страдають от одиночества і отчаялись в поисках любви. Але некоторым все-таки везет. Да так, що на них клюють сразу несколько. Дженнифер Энистон, Брэд Питт, Анджелина Джоли. Какая красивая пара! Поклонники Дженни Брэда рыдали крокодильями слезами, узнав об їх расставании. Однако причина тому не только сексуальная красотка Джоли, а еще и нежелание Энистон рожать Питту детей. Іскра проскочила между Брэдом і Эндж на съємках фильма «Мистер і миссис Смит». І пошло-поехало. Впрочем, сама Джоли утверждает, Питт просто устал от брака і буквально сам прийшов в її объятия. Ну-ну. Леди Диана, Принц Чарльз, Камила Паркер Боулс. Семейную жизнь Принца Чарльза і Принцеси Дианы щастливой можна назвать, разве що с натяжкой. Всему виной многолетний роман принца с замужней дамой Камилой Паркер Боулс. Да і Диану не лыком шита. Она тож закрутила роман с Джеймсом Хьюиттом, інструктором по верховой езде. Не обсудил неверности, разве що ленивий. В моєм браке було слишком много народу. Грустно шутила принцеса. Скарлетт Йоханссон, Райан Рейнолдс, Сандра Балак. Виновницей разрыва Скарлетт Йоханссон і Райан Рейнолдс стала їх колега по цеху Сандра Балак. Райан играл с ней в комедии «Предложение». Увлечения Райана Сандрой сразу же все заметили, включая Йоханссон, которая не применула публично спросить Балак, каково это целоваться с Рейнолдсом. Сандра не растерялась и показала это наглядно, поцеловав Скарлетт. Да, кстати, роман Райана и Сандры оказался мимолетным. Скарлетт Йоханссон, Джастин Тимберлей, Камерон Диас. Впрочем, Скарлетт и сама по слухам разрушила не одни отношения. Красотка не на шутку разозлила Камерон Диас, которая не смогла спокойно смотреть клип своего бойфренда Джастина Тимберлейка «What goes around» с Йоханссон в главной роли. Диас одолела такая сильная ревность, что она в сердцах решила разорвать союз. Ума Турман, Андре Балаш, Наоми Кэмпбелл. Уму Турман не назовешь везучей в любви. Ей попадаются то алкоголики, то бабники. К примеру, Андре Балаш за несколько дней до намеченной помолки изменил Уме с Наоми Кэмпбелл. И самое страшное, об их связи Турман узнала уже, когда были разосланы приглашения на свадьбу. У Дэвида Бэкхэм тоже, как оказалось, рыльцы в пушку. В 2002 году он завел интрижку со своей ассистенткой Ребеккой Луз. Казалось, скандал неизбежно приведет к разводу, но Виктория его простила. Дэвид поклялся, что ни в чем не виноват. «Я ему верю», сказала она. И правильно сделала. После этой истории Бэкхэм сделал ей повторное предложение руки и сердца. А еще у парочки появились татуировки, которые в переводе с латыни означают фразу «все сначала». Терзаетесь, узнав об интрижке второй половинки? Не переживайте. Возможно, этот факт лишь укрепит ваши отношения, как у звездной парочки Бэкхэм. Друзья, Инстаграм – дело серьезное, поэтому у Паши его по-настоящему нет, не справляется. Там много труда, много усилий, правильный подход к процессу. Все это необходимо для того, чтобы все было правильно. Вот в сети появилось видео, которое показывает все сложности работы с этой соцсетью. Может, вы узнаете всегда в этих кадрах? Ну? Так, показывай, показывай. Давайте посмотрим. Вот. как делаются идеальные фото для Инстаграма. Ага. Ага. Классно. Ну вот взял и все секреты раскрыл. То есть я правильно не заложу себе аккаунт в этой социальной сети, да? Не исключено. Водовайся классно, оригинально. Ага. А, не... Ладно, поехали дальше. Знаете, еще о чем стоило бы нам поговорить, это мифы. Вот один из мифов это то, что кошки боятся воды, они туда вообще никогда в воду не залезут. Есть множество свидетельств, что все не настолько категорично. Если надо, и залезут, и поплывут. Смотрите. Ой, ой, ой. Ай, вода. Ну? А назад? А обратно? А, весело так как. Все, я отмщен. Из-за тапки моей я отмщен. Хотя всякий раз история про то, что кошки могут не бояться воды и даже плать, напоминает мне анекдот про сырки летающих срокодельчиков. О, Боже. Ну, если вы про все анекдоты ваши загадали, хлопчики, то я вам расскажу про іншим. Знаете, на жаль, слово «корупція» стало невідъемною частиною от как раз лексикона украинців. Кожен пояснює це слово по-своему. А як саме корупцію пояснюють депутати? Даша в селстві спеціально пішла до Верховної Ради і розпитала у депутатів, що для них корупція. Подивіться на їх відповідь. Депутатів 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 Я тут с вами и погоджусь, и не погоджусь. Не дивлячись на те, что коррупция жіночего рода, жінок до неї тягне не меньше, чем чоловеков. Корупция, вона одна, а жінок ей очень-очень много. И до одних жінок тянет, а от других просто отштовхивает. Жінце набагато больше потребуется, вона больше жадна. Вона уже как начнет брать, то вона уже будет не просто брать, а еще и вимагать. То есть поменять слово надо. Слово коррупция, она какая-то коррупция. О, точно! Сейчас вообще пошла тенденция, что мужчин тянет не только на женщин, но они все равно бывают и коррупционеры. Ну знаете, тогда значительное количество мужчин-депутатов еще больше начнет тянуть. Я знаю, о ком вы говорите. Вот тогда я вам тоже вопрос задам. Скажите мне, пожалуйста, почему в бытность Юлии Вадимировна Тимошенко большим руководителем ее тоже тянуло, получается, к женщинам? Господи! Женщинам всегда права. Боже, какой класс, вы же не очень повезло. Ну вот, хорошие мои, теперь вы знаете, что такое коррупция. Главное теперь научиться ей противодействовать. Целую вас. До встречи. Давайте від коррупции до чего-то приятного. Наприклад, до Нового Року, який уже настанет дуже-дуже скоро. І дуже хочется вірити насправді в какую-то диву, в какую-то сказку. І чекати на багато-багато подарунків. Так ось, друзі. Вже 23 грудня у нашій студії на вас чекає сюрприз. В ефірі програми «Ранок у великому місті» ми дізнаємося про щасливий день у Ельдорадо. Я вам зараз навіть розповім про умови акцій від спонсора Ельдорадо, наприклад, подарунка. От, наприклад, Павло, хочу зробити мені подарунок. Він йде в магазин, купує. Там подарунок чек не викидає в смітник, а реєструє його на сайті. І тоді вже в ефірі буде обрано день в грудні місяці цього року. 23 грудня ми цей день якраз і оберемо. Якщо в саме цей день ви здійснили вашу покупку і чек зареєстрували, то цей подарунок залишається вам, або ті людини, які ви вже встигли його подарувати. А гроші вам за нього повертають. Розумієте? Тобто у вас і подарунок подарований, і гроші вам можуть повернути. Ну, а більше подробиці можете дізнатися на сайті eldo.ua. Класно? Класно. Друзі, в ловушку острых вопросів нашого експерта Алины Шаманской попала дочь знаменитих спортсменів. Дочь екс-тренера київского «Динамо», известнішого футболиста Олега Блохіна і чемпіонки міра по художественній гімнастіки Ірина Дерюгіна. Ірина Дерюгіна. Ітак, в нашій рубріки «55 за 5» Ірина Блохіна. Добре утро! Сьогодні наша героиня Ірина Блохіна. У мене є 55 вопросів, а у нього тільки 5 минут. Ірина Блохіна – тренер по художественній гімнастіки, музикант, актриса і известна телеведуща. Дочь знаменитого футболиста, екс-тренера київського «Динамо» Олега Блохіна і чемпіонки міра по художественній гімнастіки Ірина Дерюгіна. С раннього детства занималась несколькими видами спорта. Записала несколько музыкальних альбомів. Автор слові – исполнительниця гімна «Евро-2012». Несколько лет жила в США. Там же окончила школу актерського мастерства і познакомилась с нынешнім мужем Алексеем Брынзаком – сыном президента Федерации биатлона України. В ноябре 2014-го у пари родилась дочь Жаклин. Іриша, здравствуйте! Рада вас видеть. Вас узнають на улиці? Да. Вы держите свои сбережения в украинских банках? Какі сбережения? Способны ли близького чоловіка здати полиції? Боже мой, нет. Никогда. Що більше всього мужа раздражаєт в американцах? Американцах? Нет, даже не знаю. Самая отвратительная черта вашого характера? Отвратительная. Я очень честная. Как Ірина Дерюгіна реагує на то, що она бабушка? Она в восторге. Як Жаклин реагує на бабушку? Безумніше любит, с восторгом. Ваше коронное блюдо? Чикен пармеджано. Я не знаю, как это, ну, курица по-итальянски запеченная в сою, с томатным. Вы поставили камеры наблюдения, чтобы отслеживать работу няни? Нет. А поставите? Нет. Почему? Нет обхудденности. Добро может быть с кулаками? Нет. Россия распадется на отдельное государство? Я люблю политические моменты и желаю им удачи. Сколько у вас пар обуви? Не считала. Больше ста? Нет. Кто больше помешан на сексе, женщины или мужчины? Мужчины. Если вас пригласят в Россию выступить как певица, поедете? Подумаю над этим, думаю, нет. Вам нравится, что украинцев называют хохлами? Да, я хохлушка. После рождения Жаклин папу Олега Блохина в шутку называете дедуля? Конечно же, он и есть дедуля. Хотя они очень любят это. Покажите, как здороваются селебрити на гламурных вечеринках. Так, вот так. Да, и вот так. По вашему мнению, муж достаточно зарабатывает? Я считаю, что нам хватает, конечно же, достаточно, да. На что и сколько вы в последний раз просили денег у мужа? Я не люблю просить, люблю, когда он дает. Он просто мне ложит кошелек. Будет враг? Враг. Сколько в месяц вы платите за коммунальные услуги? Сколько в месяц? Боже. Сейчас так выросли цены, честно, не знаю, сколько в этом месяце будет. Ну, достаточно. Какой алкоголь вы себе позволили, когда перестали кормить грудью? Какой алкоголь? Я люблю вино. Что в муже вас больше всего раздражает? Муже? Ничего. Перефразирую. Хотели бы изменить? Даже если бы раздражала, все обожаю и люблю. Дата рождения свекрови? 21 ноября. Сможете заставить мужа заниматься йогой? Уже занимался. Что лучше? Промолчать или поскандалить? Ой, промолчать, конечно же. Но иногда весело, честно скажу. Иногда весело и поскандалить. Будете требовать обнулить счет, если обнаружите в ресторанном блюде волос? Обнулить счет? Нет. Просто, может быть, закрою ресторан. Когда вы в последний раз плакали? Вчера. За что? Давайте делать первые шаги от счастья. Вы потеряли друзей россиян из-за разногласий во взглядах на события в Украине? Да. Поддерживаете ли вы однополые браки? Да. Фамилия вашего любимого футболиста? Блохин. Какой-то тяжелый. Какую ближайшую цель на соревнованиях по гимнастике вы поставили вашим ученицам? Золотая медаль в Рио. Когда будет ваш личный концерт? Думаю, хороших пару лет. Сколько лет был ваш первый поцелуй? Сколько лет? 19. Как звали парни? Алекс. Подружки часто просят в долг? Часто. Даете? Чаще всего, да. Что вы делаете неправильного как тренер по мнению бабушки Альбины Дерюгиной? Слишком доброе. Что вы хотите сказать людям, которые считают, что годы тренерства Олега Блохина в «Динамо» были провальными? Провальными? По-моему, после его ухода команда начала выиграть. Наверное, это что-то было связано с его подготовкой команды на тот период, когда он ушел. Поэтому для меня это не провал. Он просто не был дан шанса сделать именно то, что он делает лучше всего. Напойте песню, которая первая придет на ум. Любимое ругательство. Когда-нибудь стреляли из настоящего пистолета? Все люди действительно созданы равными? Да. Вы ревнуете мужа к подругам? Нет. Вам нравится наша программа? Очень безумно. Спасибо вам большое. Друзья, важная история. Фейсбук изменил правила регистрации в социальной сети. Теперь анонимы и люди под псевдонимами не смогут пользоваться. Более того, при регистрации теперь надо подтверждать не только номер телефона, но даже при помощи документа свою личность. Все. Всем выйти из сумрака, судя по всему. Знаете, друзья, чтобы писать нам на наши поштовые скринки на Укернет, не обязательно показывать какие-то посвящения вашей особи. Варто просто мать какие-то побажания, зауважения, запитания. Все это можно ссылаться на наши поштовые скринки на Укернет. Мою адресу видите сейчас на своих экранах. Поэтому, пожалуйста, пожалуйста, пишите про то, что вас хвилюет. Напишите, Юль, какая она классная. Да фотки ей шлите, как она вам нравится. Друзья, вас ждут факты сейчас, а потом мы вернемся. Друзья, действительно, спасибо фактам. Будем сейчас рассказывать вам о небольших политических противоречиях. Ну, как политические противоречия. Александр Лукашенко, который всяческим образом пытается дистанцироваться от политики официального Кремля на протяжении последних полутора лет, при этом одновременно пытается показать клюблю, что не особенно то он и дистанцируется. Заявил Далич о том, что у него нет разногласий с российским президентом по ситуации в Украине. Мол, Беларусь, прежде всего, заинтересована в мире, как в Украине, так и на Ближнем Востоке и так далее. Ну, на самом-то деле, в ситуации подобного геополитического шпагата оказываются сейчас очень многие лидеры постсоветских стран, которые, с одной стороны, пытаются и с Кремлем не побить горшки, ну, а с другой стороны, пытаются, как бы, остаться рукоподатными с точки зрения западных политиков. Ну, да, в шпагате и других необычных позициях сейчас оказываются не только политики, но и целые телеканалы. Согласно статистике, уровень доверия к теленовостям у россиян упал почти вдвое за последние шесть лет. Такие результаты показал опрос общественного мнения от Левада-центра. Если в 2009 году доверяли ящику 79%, то сейчас только 41%. При этом большинство россиян, согласно происходящим тем же соцопросам, а точнее 85%, узнают о новостях в стране и мире именно по телевидению. Я не доверяю, но смотрю. Знаете, дорогие, наши коллеги из программы «Секретный фронт» как раз взяли себе на укройня тему про те, кто сегодня право рука Путіна в проекте «Новороссия», чим відрізняется колишний ГРУшник Дмитро Козак до отряджения до Украины и чим зараз он занимается в Криму. Насправді, все-таки, досье, свою думку с этого привода, они забрали в «Секретном фронте». Ну, подивіться також. Дмитро Козак за останні 20 років жодного разу не відвідав рідне село. Побачити його вже не сподівається навіть найближча рідня. Ну, чого ж вони мене будуть запрошувати, як я українка? Ну, вони теж, вони вже більше життя живуть в Росії. Дмитро Козак керував першою передвиборною кампанією Путіна та контролював уряд Російської Федерації під час його першого президентства. Саме Козак вибудовував жорстку схему підпорядкування Кремлю непокірної Чечні. У 2008 році Путін призначає Козака куратором підготовки та проведення Олімпіади у Сочі. На цьому відео чиновник рапортує перед російським президентом, щодо приголомшливого перевищення бюджету. Удорожання об'єкта є? Так, удорожання теж є серйозно, але було 1,2 млрд, стоило 8 млрд. З 1,2 млрд перевернулося 8 млрд. Молодці, хорошо працює. Пойдемо далі. Та замість звільнення за надвитраты погорілий чиновник отримує чергове підвищення. Дмитрий Козак також подчеркнув, що на стратерство гостин в Сочі не тратиться ні одного бюджетного рубля. Він як коліщатком цієї системи корупційної російської, яка зжирає і в тому числі людей, які там мешкали. Тепер він контролює розбудову інфраструктури в окупованому Росією Криму. Нове дітище Козака – так званий Керченський міст, що має поєднати Крим з материковою частиною Росії. Грандіозний проєкт для розпилу грошей. Призначення Козака куратором так званих ЛНР та ДНР експерти пов'язують з нагальною потребою терміново навести, бо дай якийсь лад на окупованих бандитами територіях. Самопроголошені республіки катастрофічно криміналізують суміжність Донбасом області Росії. Тож цілком ймовірно, що призначення Козака означатиме остаточне згортання так званої Новоросії – політичного проєкту, який довів повний абсурд організованої Кремлем афери на Донбасі. Що заради в 2020 на СТВ «Секретний фронт»? Ну, никакого секрета, но пока до конца і не підтверджена інформація о том, що в Сирії вроде б рухнула беспилотний самоліт-разведчик Російської Федерції. Во всяком случае, именно так комментирують видео, которое появилось на Ютуб на каналі «Восточні новости». Сбили якобы соболіт-разведчик сирийские повстанцы. По їх словам, беспилотник наводил на цели российские военные самолеты. Не знаю, по этим кадрам не все можно понять, но летательный аппарат с надписями на русском языке – это, возможно, «Орлан-10» – российский многофункциональный беспилотный комплекс. Но мы не призываем вас доверять подобному видео, потому что, знаете, с момента начала участия Российской Федерации в конфликте в Сирії появлялось много видео о том, что якобы российские самолеты были сбиты. 90% этих видео не подтверждалось. А вот видео, которое как раз-таки подтверждено, ну, более того, оно даже и в комментариях-то особенно не нуждается. Это история о том, как бывший мэр Ужгорода Сергей Ратушняк оборугал патрульных полицейских и пытался скрыться от них в неизвестном направлении. А инцидент произошел после того, как Ужгородский патруль заметил «Мерседес», водитель которого остановился с нарушением правил парковки. Ну и вот давайте посмотрим, на самом деле, как это было. Вот это классическая история про то, как мэр-беспредельщик решил, что ему, на самом деле, сам черт не брать. И как это патрульные могут подойти, потому что он остановился в неположном месте. Я надеюсь, его в итоге, в конце счастья, догнали, составили протоколы. Но жалко, что у нас страны отсутствует наглухо институт репутации, как таковой. Потому что вот в нормальной стране это бы еще бы подверглась моральной обструкции, вся эта история. Друзья, продолжаючи далее. Хочете собі книгу Надії Савченко? Задайте незручное запитание Володимиру Путину и отримаете ее абсолютно безкоштовно, так еще и за автографом украинской льотчицы. Такий подарок обещал адвокат украинской льотчицы Марк Фейгин. Тому, кто запитает российского президента про возможность обмяну надеи на героюшников Александрова и Ерофеева. Пресс-конференция российского президента отбудется как раз сегодня в 11 часов за киевским часом. Ну, по-моему, Марк Фейгин либо неудачно пошутил, либо сказал абсолютно сознательную глупость, потому что только наивный человек может полагать, что на пресс-конференции российского президента ему может задать вопрос любой желающий, более того, что этот вопрос будет не согласован заранее с пресс-службой. На самом деле, все жестко регламентировано, и поэтому человеку со стороны задать какой-то неожиданный вопрос для российского президента невозможно. Может, он у вас еще кто-то выгукнет просто залу таким чином, он не знает. Да нет, все это на самом деле ерунда, но так или иначе, сегодня, может быть, будут какие-то интересные нюансы после единства. Друзья, про нюансы. Любое утро сделает лучше обнаженная девушка. Проверено. Если у вас нет под рукой своей, я вам рекомендую календарь от польской спортсменки. Она устроила благотворительную акцию. Да, вот такие вот фотографии обнаженных спортсменов. Фотографии были сделаны, чтобы собрать форму для начинающих спортсменов, которые только ищут свой путь в спорте. Поэтому многие известные польские спортсмены согласились участвовать. Если все получится, то это поможет молодым спортсменам двигаться в правильном направлении. На некоторых фотографиях направление практически видно. Ну, отдельно должен вам напомнить, сворачивая эти фотографии, дети могли еще не уйти в школу, а отдельно должен вам напомнить, что отличным вариантом утра можете воспользоваться из моих советов, а именно Nescafe Classic. Бодрит с утра. Друзья, знаете, технологии развиваются и с такой швидкостью шаленой, просто не встигают за ними. Так вот, например, останнім часом стали популярными таки розумні годинники, або, как их еще иначе называют, смарт-годинники. Что это за годинники, и что насправді от них так много полезен, чем от обычных? В этом разбиралась наша коллега Тетяна Беренко у своем сюжете. Подивите его. Ринок сучасних технологій постійно зваблює нас придбати якийсь новенький гаджет. На жаль, телефонами та планшетами вже давно никого не здивуешь. А от розумний годинник – це вже щось цікавеньке. Стильный дизайн та купа корисних додатків – ось що обіцяють нам розробники нового Samsung Gear S2. Саме тому я вирішила провести експеримент та перевірити, як зміниться мій звичайний робочий день, коли на руці з'явиться цей розумний гаджет. Що ж, прямо зараз я знімаю свій старий годинник та одягаю новий розумний і розпочинаю тестування. Мій ранок, як сподіваюсь, і багатьох українців починається зі спорту. Незважаючи на погоду, я люблю зранку побігати. І у цьому мені сьогодні допоможе Samsung Gear S2. В ньому є дуже гарний додаток, який буде контролювати мої калорії, моє серцебиття та як багато я вже пробігла. Тож прямо зараз я вмикаю додаток та починаю своє тренування. Побігли. Цьому годиннику не страшний, не сніг, не дощ, так само, як і мені. Побігли далі тренуватись. Ще одна функція, яка мені найбільше сподобалась. Я можу переключати музику зразу з годинника. Оп, і вже нова грає. Після тренування я вже перевдягнулася та готова разом з розумним годинником вирушати на роботу. Зранку я полюбляю випити кави. І тут мені допомагає теж мій годинник, адже він може слідкувати за балансом води та кави в організмі. Сьогодні я пила десь дві склянки води і ось одну склянку кави. Що ж, тепер можна вирушати на роботу. І у цьому мені допоможе навігатор, який можна вмикати прямо зі смарт-годинника. До повороту лишилось 50 метрів, і про це мені годинник сигналізує легкою вібрацією. Ось я і на роботі телеканал ICTV. Але перед тим, як іти працювати, я хочу змінити зовнішній вигляд годинника під своє вбрання. Ось такий мені подобається більше. Я на роботі дуже часто гублю свій телефон. Але годинник можу його легко знайти. Пошук – телефон. Було б дуже класно, якщо був якийсь додаток, який міг знайти в моїй сумерці ключі, гроші та інші дрібниці. До речі, компанія Samsung Electronics Ukraine оголосила про старт конкурсу «Українське всередині». І кожен з вас тепер може розробити унікальний додаток до розумного годинника. Не упусти свій шанс. Родітелю, уберіть дітей від екрану, тому що по телевізору зараз покажуть влажну киску. Смотрите. Це вже прекрасно. На це можна зверти. І животне жалко, але смішно. Смішно просто. Знаєте, друзі, ще більше радощів і веселощів буде вже якраз цього тижня, адже розпочинаються зимові свята. На День Святого Миколая запалять головну ялинку країни. Що вже готово до свят і чим буде дивувати та тішити, запитаємо в організатора проєкту «Фольк Україн» Ігора Добруцького. Він буде в нашій студії вже за декілька хвилин, тому обов'язково дочекатися. Дізнаємося про усі новинки. Далі реклама, потім факти, потім ми повернемося. Дочекаєтеся. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Переоценивати значення новості не треба, тому що за весь поршлого року було ввезено несколько десятків електромобилів. Іх експлуатация доволі таки висока, тому що комплектуючі к ним, включая те самі батареї, стоять чрезвичайно дорого. А вот ідея об отмені ввозної пошліни, наприклад, на обычній легковій автомобілі, бензиновій і дізельній, вона остається в повістці дня, просто на самом деле українські власні всіщі пытаються улізнутися від необходимості давати внятний відповідь на цей вопрос. Ряд должностних ліц потребували, щоб безвозмездно були поставлені продукти на праздник, который проходив в гостиничному комплексі Холидеїн, на секундочку, да? Но все це обозначалося детський утреннік, честь Нового Года. Сейчас подозреваються по делу троє сотрудників мэрии, їм грозить до семи лет лишення свободи. Вот так вот 50-летие мэра отпраздновали. Ну, душі він ще хлопчик, хлопчик, ну що має ж дити? Чоловіки взагалі до старості хлопчики, тому це нормально. Просто игрушки мені, 4 стриптизерши його і видали, да? Хлопці, то ви у мене такі і веселі, і гарні, і розумні. А що такі в Карвінах знаєте? Ні, а що, просто? Нарешті, нарешті. Карвін, 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 сочетание семи букв. Подивіться на ці фотографії, ось так виглядає це саме страшне слово. Карвінг – це таке мистецтво художньої різьби по овочам та фруктам. І от, до речі, от подруга в мене дуже гарно займається карвінгом, і ми з нею вчора спремонтували, вирізали, ну, пробували вирізати і яблуко, і намагалися із апельсином це саме робити. Ну, одним словом, найкраще під карвінгом займатися під спеціальну музику. І класно, що можеш взяти з собою якраз ноутбук, поставити, вчити музику. І таке дуже кльове якесь звучання. І от така атмосфера створюється така святкова, гарна. І рекомендую вам, до речі. Ну, просто у тебе в ноутбуці звук хороший, тому і звучання виходить отлично. А твоя подруга, видіма, на діеті раз над продуктами здівається. Ладно, поехали далі, друзі. За всіми событиями в Україні, в Верховній Раді, ми чуть не пропустили важний такой момент. В Москву приїжджав госсекретаря США Джон Керри, встречался с Путиным. Встреча длилась около трех часов. Но вот что там они обсуждали, весьма скудная информация. На основе той информации, которую выбросило в сеть представительство Госдепа, наш колега Андрей Булгаров подготовил свою рубрику «Ремарки». Второй день я размышляю о встрече госсекретаря Керри с московскими правителями. Может, кто не понял, но это самое важное событие текущей недели. Однако об этих трехчасовых посетелках мы ведь практически ничего не знаем. Примечательно, что Керри приехал в Москву накануне ежегодной пресс-конференции, которую Путин дает своей прессе. Совпадение или нет, не знаю. Но внесет ли этот пресс какие-либо коррективы в речь Путина, мы сегодня узнаем. Конечно, мы хотели бы услышать, но вот это, знаете, вот это «я устал, я ухожу». Но думаю, что не в этот раз. С другой стороны, возможно, сегодня будут произнесены слова, способные всех удивить. Тем более, если прочитать в оригинале, что же именно сказал Керри московскому царю. Ну вот, например, по Сирии. Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Россией, чтобы победить ИГИЛ. Если, конечно, Москва направит свои удары против ИГИЛ, а не против сирийской оппозиции. Если с дипломатического, то, Вова, прекращай бомбить мирное сирийское население. И вообще, хватит летать, где тебя не просят. А вот, что Вова услышал, на днях появилась инфа. О переброске на турецкую базу Инжерлиг группировки Люфтваффе, состоящую из 250 военнослужащих и истребителей Торнадо. А еще ранее туда прибыли тяжелые бомбардировщики ВВС США F-15. В Сирии для России вообще все плохо. Керри четко обозначил Путину. Хочешь, мол, поддерживать Асада ради бога, но демократические выборы в Сирии мы все-таки проведем. Ежу понятно, что Асад выборы демократические не переживет. При этом, как думаете, какова будет судьба российской группировки в Латакии? Тем более, после их бомбардировки сирийских мирных городов. Да и касаемо Украины, Керри продемонстрировал конкретно сформулированную позицию. Надоели санкции? Выполняй минские соглашения в полном объеме. А это означает лишь одно. Вали с Донбасса и ополченцев своих забери. И вообще, помнишь, почему ввели санкции? Вот-вот, Крым придется отдать. Даже цену на нефть Керри вспомнил. Типа, хошь не хошь, а нефтяной эмбарго с Ирана мы таки снимаем. Чего, тебе это невыгодно? Ну извини, ничего личного, just бизнес. Не удивительно, что ничего этого в российской прессе нет. Удивляет, почему наша пресса обошла столь важные заявления стороной. Или танцы депутата и премьера в Раде, или выяснение между грузином и армянином, кто из них больше украинец важнее? Добренького вам утречка. И доброго ранку, и свята все наближаются и наближаются, и так урочисто дихают нам у спину. Навіть уже головную ялинку встигли прикрасити, готовы запалить уже цього тижня. Что, где, коли будет в программе розваг? Все это мы разговариваем нашего гостя, которого мы рады витать у нашей студии. Это организатор проекта Folk Ukraine, Игорь Добруцкий, который, власне, отвечает за всю эту красоту. Доброго ранку, пане Игорь. Рад вас все. Скажите, пожалуйста, спасибо, что завітали. А ось, главная ялинка края, она уже остаточно будет жить на Софиевской площади? Все зависит от Кияни. В минулого года мы сделали первый эксперимент, вернулись до влады, и она нас поддерживала. И мы эту локацию запропонировали. Вдалося. Цей рік мы уже, как бы, наполегливо запросили отзначити новые речные свята саме на этой площади. А на наступный рік, я думаю, что мы разом с вами, с глядачами, и напишем петицию в миському голове и скажем, хай завжди это свято происходит саме в этой святине, между двумя звеницями. То самая лучшая энергетическая земля. Я, в принципе, абсолютно за. И продолжу, тема ялинок. Вы же с подарунков до нас пришли. Так, эта ялиночка, это прямо в первом канале, который может быть. Так. Прямо с ялинки, я снял саме для вас этот подарунок имбирной прянички. Чому они до нас саме пришли? То есть, ёлка будет именно такими пряниками украшена? Так, да, разных форм. Чому саме пряниками? Європейская традиция, да, началась с Великобритании, дальше поширилась по всей Европе. А чому нам цікаво? Мы же взяли напрямок Европы. Мы знакомы с мистецтвом, что делают господарки в Европе. И я думаю, вам также следует изучить несколько рецептов и запропоновать. У нас тоже сейчас очень популярно. Женки начинают как раз выготовлять оцей имбирный пряник и все, что они не говорят. И значит, мы идем разом нога в ногу с модой. Ну, как раз, вы бачите, что сам факт, что у нас прикраса с головной ялинки Украины, это для нас честь. Тем более, что ее обирали, саме наряд для ялинки, обирали через интерактивную игру на сайті Фольк Украины и выбрали, какие мае быть ялинка, какие друзи Святого Миколая, какая еда мае быть. Просто люди голосовали? Голосовали, так. И вот среди 8 вариантов ялинок и прекрасно выбрали самецю. Чему? Мне кажется, что людям хочется домашнюю какую-то затишку и вот поговорить, спілкувание. Вот это важно сейчас. И вот как раз и отображение наша главная ялинка стала тем, что потребуют зараза теперешние семьи. Заразумело. Ну, елка хорошо. Видите, вот Юле повезло. У нее теперь есть украшения с елки, у нее всего два оленя. Скажите, пожалуйста, а вот вашего праздника что еще будет, кроме елки? Там ледяные горки, там домик Святого Николая. Что это будет? Так, будет резиденция Святого Николая. Мало того, мы для диток подготовили 102 тысячи подарунків. Уявляете, да? Далее, мы подготовили гирки, карусели, которые будут безкоштовные, и есть и коштовные. Есть интересная традиция, или звичай, или яку мы двигаемся в традицию. Это красивые проекты живой музыки. У нас будет 8 оркестров разного стиля, симфоничных, эстрадно-симфоничных, джазовый, духовый. И это будет живо выполненеться на сцене, даже если будет минус 20. Еще что цікавое, что из всей Украины мы взяли замовлено более 3000 молодых виконавцов, которые хотят выступить. То есть 16 гала-концертов, 168 будинок, среди них 100 футкорд. Наша украинская и святая кухня. Что еще интересного, именно для какой-то такой фишки мы придумали, почему на этой территории объединять звоницы. поэтому две звоницы будут в ночь новоричную пустят такие промени, которые объединяют две звоницы. Это такие лазеры потужные. из середины между ними двумя выйдет такая земля куля, скляна зеркальная, которая даст пострадав энергии всему святу и назад заберет. новоричную ночь. Новоричную. Так что мы прийти и увидим. Это вместо фейерверка? Так, фейерверков не будет. Многие было вопросов по этому поводу? Ні, не будет. И что 19-го также о 19-й будет открытие. Гарное открытие. 19-го грудня о 19-й године первая леди плюс міськая голова разом с детьми засвятят ялинку. В цей момент по всей Украине о 19-й также засвятится. Мало того, еще дитки выпустят таких святлячков або фей разом 600 від променей ялинки. Тобто сама программа цікава. И я думаю, что саме вот такие події, массовые заходы, которые делают недержавные организации, потому что мы громадская неприбутковая организация, дают пуштух развитку туризму и культурным заходам або массовым заходам, которых бракует. Почему? Потому что они могут быть ивентами, с которыми зацикавливаются и за кордон, и туризм региональный. Поэтому в этом году мы ожидаем больше 2 миллионов рождественские праздники это всегда приятный привлекающий фактор, но кроме этого это время, идеальное время, чтобы делать добро для благотворительности. Вы вкладываете этот фактор? У нас наш проект уже сам по себе социальный, он безкоштовный, ты можешь прийти, вычти все, все концерты безкоштовные. Подарунки я уже сказал, 102 тысячи детей, которые приходят безкоштовные подарки. Мы связались с управлением социального защитства и нам надали 74 тысячи детей списки, которые этого потребуют. То есть эти дети получают подарки? И мало того, мы надеемся, что они разом поспілкуются. Это прекрасно, на годах я являю собі захват детей и взагалі от такого спілкувания. Я сама піду. Друзья, дякую вам. Игорь Добрунский гіст нашей студии, организатор проекта Folk Ukraine. От как раз під час новорічних різдвяных свят. Нагадаю вам, что главную ялинку країни запалят 19-го грудня в 19-й године. Ну а сколько всего там будет цікавого? И, в новорічную ночь? Ну вот вы дізналися, что называется спершительный Это лишь частинка, интрига остается. Дякую вам. Спасибо большое. И вам дякую. Друзья, Новый год через 2 недели и, конечно, уже сегодня имеет смысл заглядывать в будущее. Однако, тем не менее, не стоит забывать оглядываться по сторонам видео. Ссоры между Арсеном Аваковым и Михаилом Саакашвили, которая была выложена в социальной сети накануне, оно стало быть можно самым комментируемым видео последнего времени. В этом видео видно, как политики обзывают друг друга, а кроме того, глава министра внутренних дел Украины, не сдержавшись, бросает стакан. Давайте посмотрим. Вы говорите, как в таких случаях? Вы так говорите? Что значит? Этим не с ним. Так со мной еще никогда не разговаривал. Действительно, ко мне возговорят коррупцию. Я никто, я никогда не позволю. У меня, в отличие от вас, денег нет, но зато у меня есть ссор из репутации. Я не собираюсь, чтобы какой-то Аваков, который проваловавшийся, который все знают, что он работает и на схемах сидит, разговаривал, сообращались с таким тономом. Я еще, у меня больше не подойдет. Я не собираюсь, не собираюсь, что какой-то проваловавшийся, медицин, который все знают на эту лобоку, который все понимают, что это будет в основном, что это будет через эту лобоку. Там очень важное прозвучало оскорбление со стороны главы МВД, который призвал одесского губернатора покинуть страну и на самом деле это вызвало огромную волну возмущения, потому что вес украинского паспорта не меряется датой его выдачи. Взагалі, ситуация абсолютно оборлова, это неприятная ситуация, когда обзиваются, когда перекрывают, это просто как раз. Абсолютно неприятно, очень сумно и очень неприятно и гидко. И вот, до речи, грузинские добровольцы записали видео-звернение до Арсена Авакова. Они оборвалися самым таким фактом, который мы сегодня споглядали. И давайте мы поднимемся на величкий шматочок этого видео-звернения. Увага на экран. Мы хотим узнать, вчера Аваков против Михаила Саакашини разговаривал, что все грузины, которые воевуют за Украину, мегастролеры. Товарищ министр внутренних дел, если можно всех объяснить, если вы так считаете, что мегастролеры, приходите, тогда вы сами и сам воеваете за свою родину. Ну, на самом деле, история про слова сына Авакова это история абсолютно про переход границ на самом-то деле. И вот, до речи, Девица Кварелит, заступник генерального прокурора, он также в знак солидарности до Саакашвили, также охрестил себя грузинским гостролером и зазначил, что он очень дорожит своим украинским паспортом. Чи нужны еще какие-то слова? Ладно, давайте вернемся к позитиву, друзья. Знаете, социальные сети это такая история про царство иллюзий. Вроде бы ничего этого на самом деле нет, но фотографии получаются красивые. Давайте посмотрим видео, каких трудов стоит создание классических таких вот беззаботных фотографий в Инстаграме. Может, вы узнаете себя в одной из этих фотографий? Давай, я позирую. У меня ноги болят, снимай быстрее. Я на море. Ой, не на море. И вот я в пятый раз за год поехал отдыхать. Ха-ха-ха-ха. Ладно, я думаю, вы поняли намек. Живите реальной жизнью. Друзья, отдельно вам и поможет мой совет. НСКП классик заряжает энергией с самого утра. Знаете, друзья, нам рассказывают, завжди, что, мовляв, швидкие сніданки это лишь одна користь для здоровья. Та чи правда те, что нам обещает реклама. Подписывайтесь в нашем сюжете. Это правда корисно. Мы живем в свете оманливых твердень, у которых не только верим, а еще и рассказуем другим таким чином, посвящаясь небезпечную информацию. Ви впевнені, что сода это самый лучший и найдействующий народный метод избавиться печи. Что есть правдой и до чего приводить ваша вера у оманливых твердинок, узнаете просто сейчас. Властевцы на сніданок. Что может быть легшим и кориснейшим? Просто додай молока, вживай щодня и твоя талія тончатиме. А малі діти взагалі не тянетимуть себе від счастья, бо щоразу вживають таку смакоту. Принаймні, так нас запевняє реклама. Оттільки виробники цієї смакоти чомусь не кажуть про майбутні проблеми з ожирінням, сердцево-судинною системою та починкою. Нам здається, що такі сніданки корисні, адже в них вони там дійсно є. Оттільки хитрість в тому, що ці вітаміни не засвоюються. Пластівці навіть після поєднання з молоком не можна вважати повноцінним сніданком, адже в середньому незалежно від торгової марки вони здатні забезпечити всього від 20 до 40 потрібних людині калорій. Такий завтрак не насищає. Захочеться їсть вже десь через час-півтора. І захочеться аміна угліводна пища, тому що є так званка угліводна завісність, яку вже вичезні встановили, середньо наркотичній, середньо алкогольній. І дитинок буде хочеться аміна сладкої їди. Дітям закладуються дуже серйозні проблеми в майбутньому по середньо-сосудовій системі. Залежність від солодкого медики вважають десь із тиждень надалі викупуватимете на сніданок саме пластівці. Можна съїсти такий завтрак, а можна прямо взяти більшу ложку в столову і їсть сахар із сахарниці. Прямо із сахарниці. Організму все одно. Тобто, по суті, ми отримуємо чистий сахар, який, звісно, ще розбавили не самими полезними інгредієнтами. Тож, якщо ви сподіваєтесь схуднути, вживаючи щоранку пластівці, будьте певні, ваші старання марні. Хоч би, як вам не обіцяла приваблива реклама зменшення ваги, скоріше, навпаки, ви погладчуєте на кілька кілограмів. Сода – найкращий народний засіб проти печії. Так пишуть у газетах, інтернеті і багато хто вже давно користується цим методом. Ви радите й іншим побороти печію содою, навіть не здогадуючи, що це пряма дорога до раку шлунку. Сода дійсно допомагає при печії, нейтралізуючи кислоту у шлунку. Правда, на певний час, поки печія не дасть про себе знати з удвічі більшою силою. При прийомі соди гасяться кислотне жолучного сока, і жога ісчезає на час. Але при цьому виробляється углекислый газ, у людей появляється отрижка. Углекислый газ роздражає жолудок, виробляється ще більше кислого жолучного сока. Тобто після вживання соди ви дійсно відчуєте полегшення. Але якщо постійно лікувати печію таким народним методом, наслідки можуть бути жахливими. При регулярному использовании такого методу, так называемого лечения, истощается слизистая желудка. Жолудок попадает в атрофию. Атрофия – это предраковое состояние. И фактически лечение содой ведет человека в рак желудка. Боротися треба не с печиєю, а с причиной, через яку вона виникает. Изога – это просто сигнал, что желудок работает плохо. Чаще всего изога получается у людей, которые просто нерегулярно питаются. Если пища попадает хаотично, желудок тоже будет работать хаотично. Тож перестаньте вірити у твердження, які не мають жодного наукового доказу. Будь-яку інформацію треба перевіряти, а особливо, якщо це стосується здоров'я. Друзья, сразу после рекламы «Утро в Большом Городі» продолжится. «Утро в Большом Городі» продолжает. Я хочу поделиться с вами ценной информацией. Смотрите, как надо располагать офисную технику, если работаете с секретными документами. Включаем видеоинструкцию. И вот принтер. Вылетает секретная инструкция. И... Оп, и сразу в шредер. Не успел прочитать – нехороший разведчик. А для того, чтобы успеть прочитать, вам нужно быть очень быстрыми. И я вам напоминаю, Нескафе Классик заряжает энергией с самого утра. Ну, знаешь, Антон, від секретної информации до программы «Секретный фронт». Журналісти цієї програми якраз залися питанням про нового куратора бойовиків на Донбасі. Ким назначили етнічно-українця Дмитра Козака? Колишній граушник, чеченским минулим, саме він. Тема їх дослідження. Подивіться. На конец 2015-го року проект «Новороссия» зазнав повного фиаско. За планом, розпіарена кремлівськими пропагандистами псевдодержава мала охопити майже половину України. В реальності вийшла маленька бандитська квазідержава. Це визнав навіть горизвісний ватажок проросійських терористів ФСБшник Ігор Гіркін. Винним за провал призначають так званого куратора Новороссії кремлівського політтехнолога Владислава Суркова. Замість Суркова у листопаді 2015-го року куратором російських найманців на Донбасі Путін призначає Дмитра Козака. Ця новина приголомшила експертів. Він прибічник повної тотальної федералізації України. І ще одне небезпека. Він українець етнічний. Він нас дуже добре розуміє. Експерти секретного фронту переконані. Карколомна кар'єра Дмитра Козака почалася після того, як в армії його завербували радянські спецслужби. Напередодні розпаду Радянського Союзу КДБ активно просувало своїх агентів в оточення впливових політиків-демократів, щоби надалі контролювати ситуацію в країні. Західні аналітики стверджують, непримітний КДБ-ст Володимир Путін потрапив в оточення мера Анатолія Собчака саме з подачі спецслужб. Та виявляється, Путін був далеко не єдиним таємним агентом в оточенні Собчака. Дмитро Козак, він грушник, причому він прослужив там відрядового і пройшов спецназ гру. В нього є одна така риса особистості. Він містик. Він реально вірить в містицизм і в магію. Можливо, саме зв'язок з темними, потойбічними силами пошкодив психіку Дмитра Козака. В нього колосальна кількість комплексів. І, до речі, в нього комплекс є один, за який його списали із гру. В нього вроджене і знижене відчуття небезпеки. Тобто, ця людина не тому, що вона смілива і переборює страх, а він просто тупо не боїться. Дмитро Козак – це людина, яка перестала бути українцем, перестала бути, власне кажучи, Дмитром Козаком. І яка працює на Російську імперію, так як на Російську імперію працювала достатня велика кількість українців-манкуртів. Тобто, тих людей, які своїми організаційними здібностями насамперед підсилювали Російську імперію. Секретний фронт виходить на ІЦІТІВІ, що середи о 20.20. А що буде цієї суботи, зараз вам розкажу. Друзі, ми до Дня Святого Миколая разом із колегами затіяли таку дуже добру і дуже турботливу гарну акцію. Ведуча ІЦІТІВІ влаштовують благодійні читання. 19 грудня в компанії Оксани Гуцай, Анастасії Мазур, Катерини Тарути та Віталія Ковача Будемо читати казки усім діткам, хто прийде сам і приведе із собою батьків. Запрошуємо усіх вас на проспекту Болонський, 1Б. Початок о 12-й годині, вхід вільний. Тож беріть ваших крихіток і гайда з нами. Будемо читати казки, розважатися, будемо проводити майстер-класи і ще дуже багато цікавого. Щиро вас запрошуємо. Друзі, наші зв'язди читають книжки, а Мішель Обама читає реп. Так, я не шучу. Перша лідія Америки совместно з известним репером записала вот такой вот так. Смотрите, там уже огромное количество было просмотров, 3 мільйона 861 тисячі і ще не багато людей. Посмотрели видео, как в дуэте с репером Джейм Фарро был мочитандрак. А де Мішель? Я б сказав, що це не накрашена, але це неправда. Так. Якщо ви, як і я, можуть понять подобний американський только по подстрочнику, я вам расскажу, що там происходило. Мішель Обама рассказывала о том, як їй було тяжело учиться, щоб поступити в Принстон-Игарвард. Як вообще нелегко девушці з Чикаго вырватися вверх, к звездам, к Белому дому. Мішель крута, от щиро пушається і захоплюсь за еджинку, правда. Ну, у звезд вообще все по-другому. Да, друзья, Америка – удивительная страна. Здесь рэп-звездой может стать даже какая-то супруга американского президента. На самом-то деле, звезды склонны впадать в крайности. Кто-то живет один, а потом внезапно окажется в окружении сразу нескольких поклонников. Примеры подобных вот таких вот себе американских город в нашем следующем сюжете. Звездные треугольники Бедные, несчастные звезды. Из-за своей вечной занятости на личном фронте у них полный бардак. Куда ни кинь, все страдают от одиночества и отчаялись в поисках любви. Но некоторым все-таки везет. Да так, что на них клюют сразу несколько. Дженнифер Энистон, Брэд Питт, Анджелина Джоли. Какая красивая пара! Поклонники Дженни и Брэда рыдали крокодильями слезами, узнав об их расставании. Однако причина тому не только сексуальная красотка Джоли, а еще и нежелание Энистон рожать Питту детей. Искра проскочила между Брэдом и Эндж на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». И пошло-поехало. Впрочем, сама Джоли утверждает, Питт просто устал от брака и буквально сам пришел в ее объятья. Ну-ну. Леди Диана, Принц Чарльз, Камила Паркер Боулс. Семейную жизнь принца Чарльза и принцессы Дианы счастливой можно назвать, разве что с натяжкой. Всему виной многолетний роман принца с замужней дамой Камилой Паркер Боулс. Да и Диана не лыком шита. Она тоже закрутила роман с Джеймсом Хьюиттом, инструктором по верховой езде. Не обсудил неверности, разве что ленивый. В моем браке было слишком много народу. Грустно шутила принцесса. Скарлетт Йоханссон, Райан Рейнольдс, Сандра Балок. Виновницей разрыва Скарлетт Йоханссон и Райан Рейнольдс стала их коллега по цеху Сандра Балок. Райан играл с ней в комедии «Предложение». Увлечение Райана с Сандрой сразу же все заметили, включая Йоханссон, которая не применула публично спросить Балок, каково это целоваться с Рейнольдсом. Сандра не растерялась и показала это наглядно, поцеловав Скарлетт. Да, кстати, роман Райана и Сандры оказался мимолетным. Скарлетт Йоханссон, Джастин Тимберлейк, Камерон Диас. Впрочем, Скарлетт и сама, по слухам, разрушила не одни отношения. Красотка не на шутку разозлила Камерон Диас, которая не смогла спокойно смотреть клип своего бойфренда Джастина Тимберлейка «What goes around» в главной роли. Диас одолела такая сильная ревность, что она в сердцах решила разорвать союз. Ума Турман, Андре Балаш, Наоми Кэмпбелл. Уму Турман не назовешь везучей в любви. Ей попадаются то алкоголики, то бабники. К примеру, Андре Балаш за несколько дней до намеченной помолки изменил Уме с Наоми Кэмпбелл. И самое страшное, об их связи Турман узнала уже, когда были разосланы приглашения на свадьбу. Дэвид Бэкхэм, Виктория Бэкхэм, Ребекка Луз. У Дэвида Бэкхэм тоже, как оказалось, рыльцы в пушку. В 2002 году он завел интрижку со своей ассистенткой Ребеккой Луз. Казалось, скандал неизбежно приведет к разводу, но Виктория его простила. Дэвид поклялся, что ни в чем не виноват. «Я ему верю», сказала она. И правильно сделала. После этой истории Бэкхэм сделал ей повторное предложение руки и сердца. А еще у парочки появились татуировки, которые в переводе с латыни означают фразу «все сначала». Терзаетесь, узнав об интрижке второй половинки, не переживайте. Возможно, этот факт лишь укрепит ваши отношения, как у звездной парочки Бэкхэм. Ну, знаете, озерок, там какие-то любовные трикутники у меня набагато краще. У меня тут рядочки с такими корисными для нашего здоровья рослинами. Ви, наприклад, знали, що ось подивіться, орегано – это прекрасный народный засіб от кашлю. А для того, чтобы вы не кашляли и не хвилили, в принципе, вам потрібна профилактика. Потрібно щодня насичувати ваш організм корисными речовинами для того, чтобы повышать иммунитет. Саме тому я проводил уже 2-3 тиждень свой эксперимент. Я вживаю витамины у пигулок. И каждый день я отзначаю как раз на таком живом календаре, який мне так любезно подаровали мои дорогие коллеги Антон и Паша. До речи, сегодняшний день я так же его отзначаю. И могу вам сказать абсолютно щиро и отверто, что стала я набагато, напевно, энергийнейшим и бадьорнейшим и почуваю себя набагато краще. А на самом деле секрет очень простой. Я вам его и с удовольствием открыю. Суперия. Сонечный настроек каждого дня. Ну, немного испортили солнечное настроение Мансеррат Кабалье заключению, правда, условному и достаточно ощутимому штрафу. Причина в том, что оперная дива не выплачивала налоги, как должно выяснилось. Итак, полгода тюрьмы, штраф 255 тысяч евро. Все это одной 82-летней оперной диве. Ну, певица полностью признала свою вину, говорит, что раскаялась, поверим таланту. И мы переходим к дальнейшей жизни звезд. Наш звездный эксперт Алина Шаманская в этот раз своими острыми вопросами окружила звездного ребенка, так сказать. Итак, дочь известнейшего футболиста Олега Блохина и чемпионки мира по художественной гимнастике Ирины Дерюгиной Ириша Блохина в рубрике 55 за 5. Доброе утро! Сегодня наша героиня Ирина Блохина. У меня есть 55 вопросов, а у нее только 5 минут. Ирина Блохина тренер по художественной гимнастике, музыкант, актриса и известная телеведущая. Дочь знаменитого футболиста, экс-тренера киевского Динамо Олега Блохина и чемпионки мира по художественной гимнастике Ирины Дерюгиной. С раннего детства занималась несколькими видами спорта. Записала несколько музыкальных альбомов. Автор слове исполнительница гимна Евро 2012. Несколько лет жила в США. Там же окончила школу актерского мастерства и познакомилась с нынешним мужем Алексеем Брынзаком, сыном 2014-го у пары родилась дочь Жаклин. Ириша, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть. Вас узнают на улице? Да. Вы держите свои сбережения в украинских банках? Какие сбережения? Способны ли близкого человека сдать полиции? Боже мой, нет. Никогда. Что больше всего мужа раздражает в американцах? Американцы? Нет, даже не знаю. Самая отвратительная черта вашего характера. Отвратительная. Я очень честная. Как Ирина Дерюгина реагирует на то, что она бабушка? Она в восторге. Как Жаклин реагирует на бабушку? Безумнейше любит, с восторгом. Ваше коронное блюдо? Чикен пармиджано. Я не знаю, как это, ну, курица по-итальянски, запеченная в сои, с томатным. Вы поставили камеры наблюдения, чтобы отслеживать работу няни? Нет. А поставите? Нет. Почему? Нет обхленности. Добро может быть с кулаками? Россия распадется на отдельное государство? Я люблю политические моменты и желаю им удачи. Сколько у вас пар обуви? Не считала. Больше ста? Нет. Кто больше помешан на сексе, женщины или мужчины? Мужчины. Если вас пригласят в Россию выступить как певица, поедете? Подумаю над этим, думаю, нет. Вам нравится, что украинцев называют хохлами? Да, я хохлушка. После рождения Жаклин папу Олега Блохина в шутку называете дедуля? Конечно же, он и есть дедуля. Хотя они очень любят это. Покажите, как здороваются селебрити на гламурных вечеринках. Так вот так. Да, и вот так. По вашему мнению, муж достаточно зарабатывает? Я считаю, что нам хватает, конечно же, достаточно, да. На что и сколько вы в последний раз просили денег у мужа? Я не люблю просить, люблю, когда он дает. Он просто мне ложит кошелек. Будет враг? Враг. Сколько в месяц вы платите за коммунальные услуги? Сколько в месяц? Боже. Сейчас так выросли цены, честно, не знаю, сколько в этом месяце будет. Ну, достаточно. Какой алкоголь вы себе позволили, когда перестали кормить грудью? Какой алкоголь? Я люблю вино. Что в муже вас больше всего раздражает? Мужи? Ничего. Перефразирую. Хотели бы изменить? Даже если бы раздражала, все обожаю и люблю. Дата рождения свекрови? Да, 21 ноября. Сможете заставить мужа заниматься йогой? Уже занимался. Что лучше? Промолчать или поскандалить? Ой, промолчать, конечно же. Будете требовать? Иногда весело, честно скажу. Иногда весело и поскандалить. Будете требовать обнулить счет, если обнаружите в ресторанном блюде волос? Обнулить счет? Нет. Просто, может быть, закрою ресторан. Когда вы в последний раз плакали? Вчера. За что? Дотя делает первые шаги от счастья. Вы потеряли друзей россиян из-за разногласий во взглядах на события в Украине? Да. Поддерживаете ли вы однополые браки? Да. Фамилия вашего любимого футболиста? Блохин. Какой-то тяжелый. Какую ближайшую цель на соревнованиях по гимнастике вы поставили вашим ученицам? Золотая медаль в Рио. Когда будет ваш личный концерт? Думаю, хороших пару лет. В сколько лет был ваш первый поцелуй? В сколько лет? 19. Как звали парня? Алекс. Подружки часто просят в долг? Часто. Даете? Чаще всего, да. Что вы делаете неправильного как тренер по мнению бабушки Альбины Дерюгиной? Слишком доброе. Что вы хотите сказать людям, которые считают, что годы тренерства Олега Блохина в «Динамо» были провальными? Провальными? По-моему, после его ухода команда начала выиграть. Наверное, это что-то было связано с его подготовкой команды на тот период, когда он ушел. поэтому для меня это не провал. Он просто не был дан шанса сделать именно то, что он делает лучше всего. Напойте песню, которая первая придет на ум. Любимое ругательство. Когда-нибудь стреляли из настоящего пистолета? Все люди действительно созданы равными? Да. Вы ревнуете мужик-подругам? Нет. Вам нравится наша программа? Очень безумно. Спасибо вам большое. Друзья, вы думаете, что прогноз погоды это вот просто циферки? Нет, друзья. Вот прогноз погоды, который из Арктики к нам пришел, доказывает, что температура воздуха там достигла самого высокого уровня за последние 115 лет. Об этом говорится в ежегодном докладе Национального управления океанических атмосферных исследований США. Именно в Арктике потепление происходит в два раза быстрее, чем еще где-то в мире. Глобальное потепление. Кто-то связывает это с деятельностью человека, кто-то говорит, что это естественные природные циклы, которые в течение столетия могут меняться. Но так или иначе, заметили, в Киеве уже практически середина декабря снега-то до сих пор еще не было толкового. Больше того, уже и потепление тоже нам дыхает в спину добряче. Зараз, за данным синоптик ЮАИ, зараз за векном нашей киевской студии минус 3 градуса, а в день, поверьте, прогреется до плюс 2 и будет без опадения. Антон, до речи, мы взяли две руки и мы ржем будем. Какая-то тема до Артики. Друзья, если вы что-то пропустили и хотите посмотреть, заходите к нам на сайт ранок.ictv.ua. Там все есть. Будем ждать на вас уже завтра о 6.30. Побачимось. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова